Новый договор об СНВ не был подписан в Копенгагене, где Дмитрий Медведев и Барак Обама встретились на международной конференции по климату. Обаму, похоже, сдерживает оппозиция. Республиканцы, которые опасаются, что неожиданный статус лауреата Нобелевской премии мира заставит его пойти на слишком большие уступки Москве по разоружению. Но процесс идет, экспертные группы работают без сна и отдыха, и подписание возможно теперь уже в январе. Напомню, срок прежнего договора по СНВ истек 5 декабря. То, что было на этой неделе в Москве, на глобальное потепление, ну никак не похоже. А в конце следующей недели ожидается плюсовая температура и дожди. С климатом сейчас все очень непросто. Вот и участники конференции ООН по изменению климата в Копенгагене толком ни о чем договориться не смогли. Климат в наше время это еще и большая политика и очень большие деньги. В политическо-климатических вопросах пыталась разобраться наш корреспондент Ирина Близнюк. Уже две недели Копенгаген сотрясают многочисленные манифестации активистов экологических движений. Сотни задержанных в среду демонстрантов даже разгонялись незасточимым газом и дубинками. Это 15-я климатическая конференция. Индустриальная деятельность человечества причина глобального потепления. Все страны должны сократить выбросы парниковых газов, чтобы к 2050 году температура не выросла больше чем на 2 градуса. Иначе на планете начнутся необратимые изменения. Это тезисы 15-й климатической конференции. Ученые здесь уже не спорили, а политики должны были решить, как сократить выбросы таким образом, чтобы богатым странам не пришлось тормозить развитие промышленности, а бедным можно было ее развивать. Единственный договор по климату Киотский протокол входит в крупные промышленные державы, включая Россию и исключая США. Протокол обязывает тех, кто больше выбрасывает СО2, больше сокращать. Бедные страны выступали за простое продление протокола, действие которого заканчивается в 2012 году. Развитые хотели, чтобы обязательства по сокращению выбросов парниковых газов приняли на себя и бедные, и новые индустриальные – Индия и Китай. Переговоры зашли в тупик. Найти выход должны были лидеры государств. Премьеры и президенты более 30 стран прилетели в Копенгаген вечером в четверг. Ночь провели в конференц-зале, а в пятницу днем, так и не достигнув компромисса, выступили с заявлениями. Необходим более совершенный и эффективный механизм, работающий правовой документ, который будет регламентировать вопросы международного сотрудничества. Он должен быть прежде всего всеобъемлющим и базироваться на принципах справедливости и общей ответственности. Ответственность эта должна быть дифференцированной в зависимости от уровня развития страны, сказал президент Медведев. Еще в новом соглашении нужно учитывать роль лесов, основных поглотителей парниковых газов и создать приемлемые условия передачи развивающимся странам современных технологий. И хотя сейчас на Россию приходится половина мировых объемов сокращения эмиссии парниковых газов за последние 20 лет, Россия готова еще снизить выбросы на 25% до 2020 года. Но делать это будет не в ущерб своей промышленности, а путем повышения энергоэффективности. Заниматься этими вопросами мы будем независимо от того, сможем ли мы даже здесь договориться по всем существенным принципам. Независимо от наличия юридически обязывающего соглашения. По одной простой причине. Нам самим это выгодно, и мы считаем, что именно такой подход должен использоваться и в других странах. И все мы заинтересованы в улучшении, радикальном улучшении состояния нашей оборужающей среды. Соединенные Штаты, которые изначально считали, что сохранение климата должно обеспечиваться развитием современных технологий, а не введением ограничений на выбросы углекислого газа, принятые Киотским протоколом, теперь уже готовы до 2050 года сократить выбросы аж на 80%. Я уверен, что Америка выполнит принятые на себя обязательства сократить выбросы на 17% к 2020 году и более чем на 80% к 2050. Независимо от того, чем закончится наша встреча в Копенгагене, США будут и дальше активно действовать в этом направлении. Евросоюз к 2020 году будет выбрасывать на 20% меньше, а если к договору присоединятся и другие промышленно развитые страны, то и на все 30%. Китай заявил о сокращении выбросов на 40-45%, хотя при этом рассчитывает получить помощь развитых государств на ветровую энергетику и энергосберегающие технологии. Инициативу Евросоюза собрать в ближайшие 11 лет 100 миллиардов долларов на помощь в борьбе с потеплением развивающимся странам поддержал президент США. Цифры и проценты. Торги были бурными, ставки высокими, но мировая климатическая сделка все-таки не состоялась. К концу недели в Копенгагене запуржило, но даже снег не смог понизить температуру протестных настроений экологистов всех стран и народов. В последний день конференции «зеленые» призывали всех, кто испытывает шок и разочарование, кто возмущен затягиванием переговоров по спасению климата, обрить головы в знак протеста. Другая группа активистов требовала окружить здание, где проходит саммит, и не выпускать оттуда премьеров и президентов без нового договора. Акцию назвали «Сейчас или никогда». Мировые лидеры решили, что лучше позже, чем никогда, и вместо нового соглашения заключили Копенгагенское согласие. Документ не содержит конкретных обязательств. Страны продолжат консультации до саммита в Мехико в декабре 2010-го. Именно там теперь запланировано подписание договора, который должен сменить киотский протокол. 15-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, к которой готовились два года, закончилась провалом. Теория глобального потепления, как и практика борьбы с ним, остается главным всепланетным вопросом. Ирина Близнюк, главная тема.